В России начинается весенняя призывная кампания. В этом году она пройдет с 1 апреля по 15 июля. В Приангарье вооруженные силы страны будут призваны чуть больше 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Как и предусмотрено законом, срок их службы составит один год. При этом срочники не подлежат отправке в зоны боевых действий, а по завершении 12 месяцев службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, рассказал губернатор Игорь Кобзев. Тем временем в Госдуму внесен законопроект, предлагающий поэтапные изменения призывного возраста. Если его примут без правок, то с 1 января по 31 декабря следующего года на срочную службу в армию отправятся граждане возрасте от 19 до 30 лет, с 2025 года – от 20 до 30 лет, с 2026 – от 21 года до 30 лет. С 2019 года Министерством лесного комплекса Иркутской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» организована работа по обновлению оснащения лесопожарных формирований региона пожарной техникой и оборудованием. Всего по нацпроекту за 4 года удалось приобрести 287 единиц лесопожарной техники и оборудования. В 2023 году закуплено 28 единиц. В настоящее время завершается их приемка. Кроме того, в регионе проводятся мероприятия по восстановлению лесов. За время действия проекта лесовосстановление выполнено на площади более 580 тысяч гектаров. В этом году мероприятия запланированы на площади около 177 тысяч гектаров. В Иркутской области скоро начнет работу филиал Государственного фонда поддержки ветеранов – участников спецоперации. Он будет оказывать адресную помощь не только вернувшимся с фронта бойцам, но и их семьям. Сейчас сотрудники Минсоцразвития занимаются подбором помещения и сотрудников. Они будут работать с каждым участником СВО и родственниками бойца. Курировать работу фонда будет комиссия, в которую вошли не только органы власти, но и представители общественных организаций, религиозных конфессий. Кроме того, с каждым днем все больше женщин нашего региона хотят пройти сестринские курсы, которые организованы также и в Устилимске. На данный момент этот спецкурс прошла 231 доброволец. После длительного перерыва в связи с антиковидными ограничениями Устилимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» возобновил активную работу с волонтерскими отрядами и движениями города в рамках социального партнерства. В марте проведена акция «Лоскуток на лепесток» по сбору текстильного материала для творческой мастерской интерната. Активное участие в ней приняли школа номер 5 и техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. Волонтеры филиала «Разрез Жеронский» компании «Воссипуголь» собрали коробку с предметами для развития мелкой моторики и организации дневной занятости проживающих. Воспитанники второй школы передали открытки и сувениры, сделанные собственными руками. 30 марта завершился муниципальный этап конкурса «Ученик года-2023», участниками которого стали 14 старшеклассников устилимских школ. Накануне ребята проходили сложные конкурсные испытания. Они представляли свои визитки, писали эссе, участвовали в дебатах, создавали видеоэкскурсии «Мой микрорайон – часть родного города», стали участниками «Круглого стола». Все было связано с объявленным годом педагога и наставника. Финал прошел во Дворце культуры «Дружба». Там со сцены выступающие творчески демонстрировали свои хобби. Ребят, вы прошли очень сложные испытания этим конкурсом. Я думаю, что этот опыт вам поможет в жизни и дальше быть вершителями своей судьбы и быть победителями во всем. С первых минут стало понятно, что среди конкурсантов самые смелые и успешные представители своих образовательных учреждений – волонтерская деятельность, спорт, творчество, работа с детьми, военно-патриотическое воспитание, журналистика и современные коммуникации, музыка, робототехника – все это только часть направлений, которыми интересуются старшеклассники. Занимался журналистикой, снимал видосы в ТикТок, раздевался, продвигался, пока не закрыли его. Миссар, любимое хобби, помогло поездить по стране. Океан Абрек, увидел все простой человек. День просыпался с мыслями, нужно покорить этот мир, что будет делать человек, если он не гиб, про меня сказать нельзя, ведь я суперактив. День просыпался с мыслями, учителя научили. Стал депутатом, выступал на ТСКТ, как в ДК, а теперь участвую, ученик года, захотел взять Верка. Получится или нет, вопрос неспорный, 2-0-2-3, будет только взлетный, будет только взлетный. Все вместе! Будет только взлетный. За спиной каждого из участников их колоссальный труд и удивительное неравнодушие педагогов. Внимание директоров, волнение и трепетное переживание родителей, мощная поддержка друзей. Ребят приветствовали и провожали бурными овациями. Их выступления были не только веселыми песенами и танцевальными, но и трогающими за душу. Никто с мальчишкой не дружил, весь класс шестой о нем забыл. Семью его беда застала, неизлечимо больна мама. Смерть мамы потрясла его. Учитель пишет про него. Прочла за мальчика обидно, а за себя ей стало стыдно. Но хуже и стыднее было, когда подарки ей дарили. На Новый год ученики с потом красивые гульки. И тот, что самый нелюбивый, дарил с подарками красивый. В простой коричневой обертке смеялись дети свой свертка. Учитель смех остановила, воскликнула. Как же красиво! Сиял браслет его на ней. Но не хватало быть ко мне. Еще там был хлопок духов. Не доставала до верхов. Она помрызгала тот чашек духи на шею и замястье. Был у мальчика счастлив. Улыбался. После уроков задержался. Сказал учительнице прямо. Вы пахните, как моя мама. И ни одна душа не знала, как после слов таких рыдала. Ночь не спала. А поутру стала учить детей добру. По одном письме ей написала, что свое счастье повстречала. Что скоро свадьба у него. Просил приехать на нее, чтоб в этот день счастливой самой была с ним рядом. Вместо мамы ей встречи обнились одни. Родные он узнал духи. Эмоции тех не передать. Он обнимал родную мать. А после радости и слез слова такие произнес. Спасибо вам за все, что было. Что верил. Что дали силы. Что нужность чувствую свою. Что верю и жизнь люблю. Что доброте меня учили. Но для меня примеры были. Она в слезах дала ответ. Нет, это ты учил добру. Не знал, а как учить порой, пока не встретилась с тобой. Учителя – это наставники будущего. Отдавая всю свою энергию, они зажигают руки. Дорогие ребята, оглянитесь и посмотрите в глаза своему учителю. Возьмите его за руку и скажите спасибо. В состав жюри, которая оценивала конкурсантов, вошли руководители и специалисты комитетов образования, культуры, спорта, администрации города, думы, центра детского творчества и лагеря «Лосенок». Также участников оценивали их сверстники – детское жюри – в составе представителей учащейся молодежи городского молодежного парламента. В социальных сетях проходило народное голосование, где жители города переживали, радовались, старались ничего не упустить, чтобы всем вместе выбрать из самых эрудированных, находчивых, талантливых, артистичных – самого достойного. Хотя награды по номинациям получили абсолютно все. Я с радостью вручаю диплом победителя народного голосования «Лучший ученик города Устилимска-2023», учащемуся средней общеобразовательной школы номер 9, Прокофьевна Николаевна. По мнению детского жюри, победителем муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года Устилимска-2023» становится Чердинин Александр. Каждый из вас уже победитель. Я желаю вам также браво и красиво побеждать в любом жизненном бою, как вы это делаете, на протяжении всех конкурсных испытаний. Я желаю вам такого же упорства и такой же целеустремленности в движении к своим вершинам, к своим мечтам. Итак, абсолютным победителем муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года Устилимска-2023» становится Сидзикова Анна. Теперь ученицы пятой школы представят наш город на региональном этапе всероссийского конкурса. Желаем Ане удачи! Центр детского творчества продолжает проект «Классные встречи», где школьники дискутируют на важные темы с успешными людьми из самых разных сфер. В этот раз орлята познакомились с руководителем службы, главным экологом филиала группы «Элим» в городе Устилимске Натальей Бессоновой. Юные эксперты обсуждали экологические проблемы, значимость экологии в наше время, вопросы защиты природы и многое другое. Ученики задавали спикеру волнующие их вопросы и делились своими экоидеями. Например, Чедаева Анастасия рассказала о своем проекте «Вторая жизнь с пластиковым крышком», о том, как ей пришла идея делать из них украшения. В конце встречи каждый из участников получил подарки. 16 марта 2023 года состоялся региональный конкурс юных музыкантов «Лера-2023», который проводился на базе музыкального училища города Братска, организованный с целью поиска и выявления юных дарований. Учащиеся устилимской школы искусств номер один достойно представили свои программы и заслужили высокую оценку компетентного жюри. Ая Гюрджан стала лауреатом третьей степени, Анастасия Сарапулова – второй. Самой высокой наградой гран-при был удостоен Егор Гусаков, неоднократный стипедиант группы «Элим». Победа учеников – это всегда победа учителя. Все ребята занимаются в классе преподавателя Швей Светланы Витальевны, которой в этом году присуждена премия губернатора Иркутской области в номинации «За верность профессии». С 1 апреля комендантский час в Иркутской области сокращается на час. Теперь он будет действовать с 11 вечера и до 6 утра. В этот период несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Отметим, список мест, в которых запрещено находиться детям без сопровождения взрослых, достаточно широк. Улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, строительные площадки, крыши, чердаки и подвалы. Кроме того, лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкоголя. В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция установит его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности. Межмуниципальным отделом МВД России Устилимский разыскивается пигнастый Анатолий Владимирович, 1965 года рождения. Подозреваемый в совершении кражи денежных средств с территории базы отдыха «Лесная». Особые приметы. На вид 57-58 лет. На левой руке татуировка в виде женщины. Четыре розы. На груди изображен ангел. Предположительно одет. Куртка имитация кожи. С меховым воротником рыжего цвета. Лиц, располагающих какой-либо информации, просьба позвонить по телефону. 7-28-04. Всех горожан, профессионалов и любителей приглашают принять участие в городских соревнованиях по зимней рыбалке, которые пройдут 1 апреля на Устилимском водохранилище Правобережного пляжа в районе кафе у причала. Начало регистрации у нас будет в 9.00. Старт соревнований примерно в 10-10.30 утра. Время ловли займет 2,5 часа. После мы будем награждать призеров, победителей. И, как известно, уже многим у нас главный приз будет – это мотобуксировщик. То есть среди зарегистрировавшихся участников. Прошу всех приходить, поучаствовать, испытать удачу свою. Также у нас будет на территории расположена кухня, будет готовиться уха, которая будет абсолютно бесплатна, то есть можно будет покушать и перекусить, так сказать. И также будут развлекательные программы, будут развлекательные программы и для детей отдельно, то есть квадрушо будем устанавливать, то есть можно брать детей, приводить, им будет чем заняться. Приходите, мы вас ждем, будет рыбалка, будет здорово. То есть всех ожидаем, как можно больше участников. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».